Вокруг происходит масса всего интересного. Просто иногда у нас нет времени или желания, чтобы замечать это. Яркие события, неординарные люди, необычные факты. Об этом и многом другом мы расскажем вам сегодня в программе «Калейдоскоп». Здравствуйте! На минувших выходных рязанцы отметили 921-й день рождения родного города. Празднование продолжалось на протяжении трех дней. Ну а началось все на улице Почтовой, где в очередной раз прошел фестиваль уличных музыкантов «Подбелка-2016». Главная пешеходная улица Рязани уже в шестой раз стала площадкой, на которой смогли выступить самые разнообразные музыкальные коллективы. Гостей фестиваля «Подбелка-2016» встречали шесть сцен. И все равно места для желающих выступить едва хватало. Ведь с каждым годом количество участников фестиваля растет. Мы сталкиваемся уже с определенными моментами нехватки времени и места. И я думаю, что в следующем году будет больше сцен. Не знаю, как это уместить пока, но будем что-то решать, будем что-то думать. В этом году на фестивале выступило около 60 музыкальных коллективов и отдельных авторов-исполнителей. Причем участие принимали не только рязанцы, но и гости из Москвы, Санкт-Петербурга, Владивостока и других городов России. Заглянули на фестиваль и музыканты, приехавшие из ближнего и даже дальнего зарубежья. Эрик приехал в Рязани из Ботсвана и уже оканчивает обучение в Рязанском радиотехническом университете. Принять участие в фестивале его подбила партнерша, в паре с которой они исполнили музыкальную композицию. Мы начали учиться в школе музыкальной, там отчетные концерты, и мне очень понравилось, как он играет. Я подумала, давай-ка мы сыграем дуэтом. Эрик рассказывает, что на его родине подобных фестивалей нет, хотя с его точки зрения они просто необходимы, особенно начинающим музыкантам. Наверное, дают шанс, особенно мы первый раз выступаем, дают шанс, чтобы почувствовать перед людьми, особенно народа такой много. Действительно, участники фестиваля Подбилка очень ценят возможность поделиться своим творчеством с жителями города, узнать их мнение, возможно, и заразить кого-то любовью к музыке. Какие-то дети, да, они посмотрят и захотят связать свою жизнь с музыкой. А где на это посмотреть, кроме как фестивали городские? Подбилка один из таких фестивалей, которые поражают культуру. Дети в подрастающем поколении, я думаю, это очень важно и необходимо. На фестивале зрители могли услышать как известные хиты в различных обработках, так и композиции собственного сочинения. Фок, музыка, рок, фолк. Здесь каждый мог найти что-то на свой музыкальный вкус. Мы дарим хорошее настроение, мы дарим эмоции, потому что музыка – это однозначно приятные, положительные, позитивные эмоции. Поэтому мы дарим ощущение радости, и каждый найдет здесь что-то себе по душе, потому что жанров, стилей, направлений, исполнителей, участников огромное количество. Необыкновенно, первый раз на таком. У нас в Туле проходит театральный дворик. Приезжайте к нам в Тулу, у нас тоже очень интересные фестивали. А здесь, ну вообще, мы курсируем от роковой сцены до попсовой с альтернативщиками. Нам все очень нравится. На фестивале можно было не только насладиться музыкой, но и прочитать стихи собственного сочинения, принять участие в многочисленных конкурсах и даже познакомиться с байкерами. Представители клуба «35 миль» перед началом фестиваля провезли по городу его флаги и решили задержаться на подбелке. В этом году как-то байкеры стали, скажем так, принимать больше участия в мероприятиях города, в каких-то мото-движениях, пробегах. И поэтому люди, скажем, интерес проявляется из-за чего? То, что про нас очень мало и плохо знают. Обычно привыкли, что байкеры у нас все такие там плохие, не очень хорошие, а здесь получается, ну вот, большие добрые дядьки. Люди приезжают, разрешают катать, фотографироваться, но, естественно, народ на этой, в общем-то, падки очень. Потому что это большая редкость пообщаться с людьми, посмотреть на мотоциклы, на очень хорошие, серьезные, дорогие. Естественно, просто интерес обыкновенный у людей. В общем, начало празднования Дня города удалось на славу, но каким было его продолжение, я думаю, вы знаете, не хуже нас. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это работники рязанских средств массовой информации. Осмотрят они мимо, потому что в этот момент даже не подозревают, что сами оказались под прицелом фотокамеры своего коллеги Сергея Новикова. Никогда они меня не видят. Это самое интересное. Потому что, когда только коллеги мои меня видят, что я их снимаю, они начинают сразу, девушки начинают сразу вот так вот, выбирать улыбку с рта, улыбки исчезают моментально. Эмоция. Это эмоциональная выставка. Свою фотоохоту за коллегами, их эмоциями Сергей Новиков начал давно, тогда, когда фотография была еще черно-белой. И сегодня, к сожалению, некоторых коллег, которых когда-то запечатлел Сергей Иванович, нет в живых. Вот одна из причин, по которой фотограф призывает нас наблюдать за коллегами и любить их. Вы молодые, у вас все впереди, вы еще можете позволить себе подождать годик-другой для того, чтобы я сниму по этого человека, потом еще раз, потом еще, потом еще. Потом и не бывает. Я в этом месяце двух человек похоронил своих друзей, которые тоже были фотографами. Я фотографии, оказывается, у меня практически их и нет, по одной, по две остается. Но не будем о грустном. Тем более, что порядка сорока работ, представленных на выставке, настраивают нас на иной лад. Восхищенные, удивленные, утомленные, задумчивые, смешные, какими только мы не бываем во время работы. Иногда фотограф просто наблюдает, иногда восхищается, а порой и смеется, конечно, по-доброму. У него прекрасное чувство юмора, потому что он умеет увидеть, ну не просто, знаете, показать снимающего человека, ну снимает и снимает. А здесь или какая-то интересная гамма чувств, которые он показывает, вот, и в каком-то кульминационный момент он ухитряется поймать этого человека в развитии действия. Или вы меня извините, так сказать, здесь явно можно смеяться над многими фотографиями, естественно, доброжелательно смеяться, доброжелательно улыбаться. Потому что мы порой бываем достаточно забавны и смешны. Сегодня мы поменялись ролями, и Сергей Новиков – объект нашего внимания. Его мы фотографируем, выставляем перед камерами, ему задаем вопросы. Впрочем, он не устает повторять, что отнюдь не он главный на этой выставке. Эта выставка не по мне, в первую очередь, а о труде журналисты, оператора, фотографа, которые делают свою какую-то незаметную работу, но очень важную и нужную, потому что без нее не может быть дальнейшего развития ни страны, ни цивилизации, ничего. Выставка фоторабот Сергея Новикова проходит в Рязанском научно-методическом центре народного творчества в рамках проекта 62 на 62, о котором мы уже рассказывали в прошлых программах. Вступить на территорию СМИ сможет любой желающий, посетив центр до 31 августа. А в галерее «Переулок Счастья» открылась выставка Павла Николаева «Жили-были». Художник, родившийся в Москве, проживающий в Краснодаре и постоянно путешествующий по миру, не только предоставил своей работой галереи, но еще и сам приехал в Рязань. На этой выставке нет привычных пейзажей и натюрмортов, зато она населена вот такими необычными жителями – ангелами, людьми в старинной одежде, сказочными животными. Их создает и помещает на деревянную основу Павел Николаев. За его плечами долгий творческий путь. Уже в четыре года он осознал, что хочет стать художником. Однако профессионального образования не получил. Так уж сложилось. Но это не помешало ему с успехом заниматься любимым делом, экспериментировать со стилями и искать свой собственный авторский почерк. Однажды, будучи в Вашингтоне, художник попал на выставку европейского искусства, где и познакомился с живописью по дереву. Там были доски. С потолка донизу все было в вещь на досках. Я был один в этом музее. Я удивился. Такие великолепные вещи. Я стоял и рассматривал каждого. Никто не мешал. Вот это было вдохновение. И второе вдохновение. Вернувшись... Ну, я много очень ездил и сейчас езжу в Берлин. Я жил у проповедника. И он меня вводил в церковь. Ну, любую церковь для него открывали. И я мог один наслаждаться теми праздниками, которые там есть. Вот это меня сподвинуло. Я хотел что-то сделать так же, чтобы мои работы вот так же, как на меня воздействовали вот эти вещи. Работа Павла Николаева – это смешение традиций древнерусской иконописи, западноевропейского искусства Средневековья и эпохи Возрождения, русского лубка. Пишутся они специальной смесью красок исключительно на деревянной основе. По словам автора, дерево – это особый материал, который иначе, чем холст, отражает рисунок. Ну, а эффект старины достигается художником при помощи техника кракелюра, иначе говоря, небольших трещин лакокрасочного покрытия. С иконами произведение Павла Николаева роднит не только материал, служащий основой для работы, и техника письма, но еще и ощущение добра, света, любви, которыми буквально пропитаны его картины. У меня работы, отражающие чувства. Это прежде всего чувства. Чувство нежности, чувство добра, чувство хорошего. Это психология. То есть я как бы, меня называют, как это называется, добрый художник или, ну, я не знаю. Ну, вот. Ну, несущий добра. Именно это и привлекло в нем жену Ирину Максакова. Она тоже художник, и к представленным здесь работам имеет не меньше отношения, чем ее муж. То, что вы здесь видите, это переходит из рук в руки. Да. На самом деле. И практически с первого дня, ну, так случилось, что я же сказала, потому что мы смотрим в одном направлении, да. Я когда увидела Пашину работу, я просто взяла доску и стала на ней что-то писать. Паша не стала сопротивляться. И так на протяжении уже многих лет, мы живем лет 12 вместе, сложилось, что доска вот просто легко из одних рук в другие. И это все обсуждается. Иногда бывают споры, иногда даже споры на каких-то повышенных тонах. Но это очень быстро, быстро заканчивается. Поэтому я полностью во всем этом, хотя я, меня можно называть как угодно, там, не знаю, музыкой, соавтором, я не знаю, правой рукой, ну, в буквальном смысле правой рукой. На самом деле художник он. Художник, художник вот с большой буквы, художник он. Я художник рядом. По словам Ирины, она следует за теми образами, которые возникают в голове Павла. Являясь профессиональным художником, верная супруга чаще руководствуется знаниями, а Павел – чувствами. Однако идею писать ангелов подала мужу именно Ирина. После инсульта у него отнялась правая рука. Жена заставляла ее разрабатывать и надеялась, что создаваемые мужем ангелы помогут ему скорее восстановиться. И они действительно помогли. То, о чем я мечтал, чтобы работать и как раньше ездить. И когда я спросил врача, я буду ездить? Будешь. Ну, со мной случилось это в Германии. Но, тем не менее, они очень сильно поддержали меня. Я им всегда благодарен. Кстати, рамы, в которых выставляются картины – тоже авторская работа Павла Николаева. Сами по себе они являются произведением искусства. Я попробовал стандартные рамы купить, там все представить. Но это все было не то, не то, как-то современная рама и вот такая работа. Это вот не то, что я хотел. Тогда я решил делать самую. Ну, мне нужно было ее состарить, чтобы это все единым оказалось. И вот я стал делать самодельные рамы, включать металл. Павел Николаев и Ирина Максакова много путешествуют, изучая культуру различных стран. Так что некоторые из представленных работ написаны в Индии, Испании, Таиланде. Иногда мелкие детали указывают на место создания этих картин. Как, например, вот эти дрова на голове у девушки. Действительно, малоимущие жительницы Индии таким образом переносят огромные вязанки хвороста. Выставка «Жили-были» и ее чудесные, добрые, светлые жители поселились в галерее «Переулок счастья» на достаточно долгий период. До сентября вы сможете познакомиться с ними и насладиться невероятной атмосферой самой галереи. Ну что ж, на этом наша программа подходит к концу. Мы желаем вам всего самого наилучшего. Увидимся ровно через неделю в калейдоскопе новых интересных событий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова